В версии Бухари сказано, сумма-тавадда-или кули-салям, это очень важно, а потом совершай вуду для каждого намаза, вот это очень важный хукам здесь в хадисе, для женщины, у которой истихада, и вы сейчас поймете, что это касается не только женщины, женщины, у которой истихада, постоянно идет кровь, Рок Али Саратусам говорит, что совершай вуду для каждого намаза, потому что кровь все время идет, что? Нужно совершать вуду каждый раз, очищение по мере нужды, то есть, когда нужно делать намаз, а когда она нуждается в намазе, когда возникает нужда в совершении намаза, когда входит время намаза, ясно или нет? Когда наступает время намаза, наступило время фаджра, совершает вуду, наступило время зугра, совершает вуду, и эта вуду хватает ей до, совершила она зугра, хватает ей до асра, хорошо? Насар опять берет вуду, хватает ей до махриба, она может совершать и фарб, и может совершать дополнительные намазы в это время тоже с этим вуду, до наступления времени следующего намаза, ясно или нет? Вопрос! Женщина совершила вуду для совершения намаза аль-фаджр, утреннего намаза, теперь наступает время духа, может ли она с этим вуду совершать духа или не может? Вопрос! Как вы думаете? Почему нет? Потому что духа у нас имеет свое время, отлично от времени фаджра, поэтому вуду для фаджра не будет вуду для духа, хорошо? Для духа она берет что уже другое вуду, намаз духа у него свое время, поэтому нужно для каждого намаза, для каждого времени, если намаз имеет свое время именно, то для него нужно что отдельное вуду, понятно? В том числе здесь для намаза духа, а время фаджра, как вы уже сказали, оно закончилось. И вот почему я сказал, что это касается не только женщин, касается и мужчин, потому что ученые относят по хукму, по законоположениям очищения к мустахада, к женщине, у которой стихада, всех тех людей, у которых их хадас, то есть нарушение вуду постоянное. Все их относят ученые, что вот к этой категории, то есть они подобны по своему положению кому? Вот этой женщине, у которой стихада, то есть постоянные кровотечения. Как, например, если у человека все время выходит моча, да, постоянно, или все время выделяется кал у человека из организма, то есть нет такого времени, что вот он знает, вот в это время у него есть промежуток, когда он может очиститься, совершать намаз, да? Постоянно. Как и стихада. Или постоянно выходит в воздух у человека, да, постоянно выделение газа у человека из заднего прохода. Такой человек тоже относят его, что таких людей к категории, той же категории, что и мустахада, то есть женщина, у которой и стихада. Продолжение следует.